Здравствуйте! Мы продолжаем изучение дисциплины электротехники для бакалавриата. Лекция 6. Автор, старший преподаватель кафедры энергетической системы Лужилова Светлана Николаевна. Мы продолжаем изучать второй раздел «Симсоедание переменных ток». Тема данной лекции «Последовательное и параллельное соединение РЛС-элементов». Активная мощность. Лекция рассчитана на 3 часа. Первая тема – «Последовательное соединение индуктивности и активного сопротивления». Рассмотрим условия в цепи из соединенных последовательно катушки индуктивности и активного сопротивления. Ток в этой цепи определяется совместным действием напряжения и источника электроэнергии и РДС самоиндукции. Следовательно, ток у нас будет равен. Это у нас сумма напряжения на источнике электроэнергии и РДС самоиндукции. Разделить на сопротивление. Уже знакомый нам закон ОМИ. Так как РДС самоиндукции – это минус ЛДИ по ДТ, тогда напряжение запишем как ИР плюс ЛДИ по ДТ. Определим, как должно изменять напряжение на зажимах цепи для того, чтобы в ней проходить смысл данный ток, то есть чтобы выполнялось вот это условие. И подставим это выражение тока в уравнении напряжения. Вот вместо ЛДИ. Тогда получим, что вектор общего напряжения у нас равен сумме двух составляющих. Активной составляющей напряжения, которая у нас совпадает по фазе с вектором тока. И реактивная составляющая напряжения, которая опережает вектор тока на угол 90 градусов. Вот наша схема. Вот этот вектор общего напряжения, он равен векторной сумме активного составляющей напряжения. Вот напряжение на активное сопротивление и реактивное составляющее, или как еще говорят, индуктивное напряжение, которое опережает по фазе с током. Что мы видим из древних диаграмм. Вот это у нас синусоиды по току. И вот это у нас синусоиды по напряжению. Так как это у нас последовательное соединение, общим параметром является ток. Поэтому мы начинаем построение векторной диаграммы с того, что откладываем вектор тока. Начальную фазу вектора тока условно полагаем равную льву. И к нему же прикладываем, достраиваем вектора соответствующих напряжений. Итак, под углом 0 градусов к вектору тока встроим вектор активной составляющей, которая равна i умножить на r. К концу этого вектора прибавляем реактивную составляющую, или индуктивное напряжение под углом плюс 90 градусов, то есть против часовой стрелки. Достраиваем до параллелограмма. Вспоминаем, как складываются два вектора. Достраиваем до параллелограмма. Диагональ. Это и будет у нас сумму этих двух составляющих. Вот этот вектор общего напряжения. Уактивное у нас равно i умножить на r. Реактивное. Этот же ток умножить на x. И на основании этой векторной диаграммы мы можем получить треугольник сопротивления. Чтобы получить выражение непосредственно зависимости напряжения от времени, применим гиганалитическое преобразование. Будем рассматривать отношение коэффициентов при косинусоиде, то есть xl и синусоиде r, как тангенс некоторого угла фи. То есть фи это арктангенс отношения индуктивного сопротивления к активному. Ну или как омега r еще называют x. Обозначил x с индексом f. Ну в общем-то если у нас будет конденсатор емкости, выражение будет то же самое. Эти соотношения можно изобразить в графическом прямоугольном треугольнике сопротивлении. Вот у нас треугольник сопротивлении, который является зеркальным отображением векторной диаграммы, которую мы сейчас строим. В котором катеты у нас будут это активное сопротивление, реактивное сопротивление, xn и гипотенуза. Это общее сопротивление всей цепи. Используя теорему Петагора мы можем найти, чему равно fz. Из-под корня сумма квадратов активного сопротивления и реактивного. Правую часть уравнения напряжения умножим и разделим на z. Тогда получим из треугольника сопротивления, что отношение активного сопротивления к полному это косинус-пуглофит, а отношение индуктивного сопротивления к полному это синус-пуглофит. Следовательно, общее напряжение у нас нужно определить, как произведение тока всей цепи на полное сопротивление и на синус угла омега Т плюс Т. Напряжение на зажимах данной цепи опережает попасть в ток вот на вот этот уголки, величина которого определяется в соотношении индуктивного сопротивления омега Л или xl к активному. Соответствующая этому сдвигу фаз доли периода определяется на основании геометрической формулы, которая вам не ввезла со школьной программы. То есть взлет во времени Т1 это у нас омега деленное на 2ТТ. Максимальное значение напряжения будет равно у нас синус-мега Т плюс Т это у нас равное на 1Т. Следовательно, ток, то есть напряжение, максимальное значение будет равно разведению тока на полное сопротивление. И если мы заменим максимальное значение через действующее, через действующее значение, получим ток определяется как, опять же по закону Ома, числитель у нас общей напряжения в знаменателе полное сопротивление, которое мы сейчас только рассмотрели, находится как из-под корня r квадрат плюс x квадрат. Величина Z имеет размерность сопротивления, называется полное сопротивление цепи переменного тока. Она ограничивает силу тока в цепи. И следующая тема построение векторного театра. Алгебрическому сложению либо вычитанию мгновенных значений синусоидальных величин одинаковой частоты в соответствии геонетическое сложение либо вычитание векторов этих величин, что заметно упрощает расчет цепей синусоидального тока путем построения векторных диаграмм. При построении векторных диаграмм используют векторное соотношение всех трех видов соотношения. Чуть позже мы рассмотрим и этот случай. Последовательное соединение активных сопротивлений, индуктивности и емкости. Рассмотрим цепь, которая состоит из двух последовательно соединенных реальных катушек Z1 и Z2. Реальные, потому что первая катушка обладает и активным сопротивлением, и реактивным. То есть в каждой катушке R и L не разделены. Каждый ее виток обладает одновременно и сопротивлением, и индуктивностью. Так как это у нас последовательное соединение или нет, мы помним, что при последовательном соединении общим параметром является ток. Построение векторной диаграммы начинаем с того, что откладываем вектор тока. Ну и так как у нас вот этот вектор общего напряжения, будет равен векторной сумме напряжения U1 плюс напряжение вектора U2. И каждое из этих напряжений будет состоять у нас из активной составляющей и реактивной составляющей на первой катушке. И также активной и реактивной составляющей напряжения на второй катушке. Итак, как я уже сказала, построение векторной диаграммы начинаем с вектора тока, который направляем в горизонтальной оси. Начальную пазу тока мы условно полагаем равную 0. Параллельно к току откладываем вектор активного напряжения U активного, которая равна I умножить на R активное первой катушке. Из конца этого вектора перпендикулярно к току откладываем в положительную сторону, то есть против часовой стрелки, вектор индуктивного напряжения на первой катушке. Соединяем конец этого вектора с началом координат, найдем вектор напряжения на первой катушке. Мы можем перейти к теограмме. То есть вот к вектору тока, относительно вектора тока, под углом 0 градусов мы построили вектор активной составляющей напряжения равной и умножить на R1. К концу этого вектора мы прибавили реактивное составляющее или индуктивное напряжение на первой катушке. Векторная сумма этих двух составляющих, вот мы соединяем, это и есть вектор напряжения на первой катушке. Вторая катушка у нас также реальная, то есть она обладает и активным сопротивлением, и реактивным. К концу этого вектора прибавляем активную составляющую напряжения, которое равно И умножить на R2, опять же под углом 0 градусов относительно вектора тока. И к концу этого вектора прибавляем индуктивное напряжение, равное И умноженное на омега L2 под углом 90 градусов. Против часовой стрелки опять же это у нас положительное слое. Складывая активную и реактивную составляющую напряжения на второй катушке, получаем вектор напряжения U2. И в конечном итоге векторная сумма напряжения U1 и U2 дают нам вектор общего напряжения всей цепи. Вот это вектор. Вот что мы в начале схемы рассматриваем. U1 плюс U2 дают нам вот это вектор общего напряжения на все цепи. Теперь если мы рассмотрим, если мы, к примеру, сложили бы отдельно активную с активной составляющей, потом реактивную с реактивной составляющей, мы бы все равно получили вектор общего напряжения. Можем записать, чему он будет равен, то есть как его рассчитать. Активная составляющая напряжения на первой катушке, то есть активная на второй квадратик. То есть мы опять используем, делим и подборок. И складываем активную с активной, реактивную с реактивной, квадратик в квадратик и с подкурной. Топ у нас один и тот же, выносим топ в истокку. И получается то, что мы сейчас видим из векторной диаграммы. Складываем здесь активную составляющую в квадрате, плюс в квадрате реактивной составляющей из-под корня. И найдем, чему равен вот этот вектор напряжения. Из полученной формулы мы можем вынести, чему равен ток. То есть на режиме делим. У нас из-под корня сумма в квадрате активных составляющих плюс сумма в квадрате реактивных составляющих. Либо запишем этот закон в обобщенном виде. То есть сколько бы у нас было активных, мы складываемых в квадрате. И индуктивные точно так же. В случае, если у нас неразветвленная цепь содержит все три вида ироника. Индуктивность, активность сопротивления и емкость. Закон ОМА для такого случая мы также получим путем построения векторной диаграммы. По аналогии вектор общего напряжения найдем как векторную сумму частичных напряжений. В данном случае в качестве примера мы рассматриваем последовательное соединение L, R, C. Опять же, последовательное соединение общим параметром является тут откладываем вектор тока. Начальную пазу вектора тока условно полагаем равным 0. Далее, по схеме у нас идет первая индуктивность. Мы помним, что когда нагрузка у нас индуктивная, вектор напряжения на индуктивности опережаем вектор тока на углах 90 градусов. Относительно тока откладываем этот вектор, который равен I умноженный на мега L под углом 90 градусов вверх. Следующий элемент по схеме у нас активное сопротивление. Из предыдущего занятия мы знаем, что активное составляющее напряжения совпадает с вектором тока у фазы, то есть угол вздвига равен 0. Откладываем по отношению к вектору тока U активное, равное I умножить на R, то есть ток умноженный на активное сопротивление. И третий элемент по схеме, которую мы рассматриваем, это емкость. Когда нагрузка у нас емкостная, вектор напряжения на емкости отстает от вектора тока на угол 90 градусов. Прибавляем к концу вектора активного напряжения под углом минус 90 градусов У с индексом С. Или, по-другому говоря, реактивную составляющую напряжения на емкости. Можно еще сказать тимкостное напряжение, которое у нас находится как произведение тока на ХС. ХС это у нас единица делена на омега С. И, опять же, вспоминая школьную программу, три вектора, первый, второй, третий, то есть вектор напряжения на индуктивности, вектор напряжения на активном сопротивлении, плюс вектор на емкости, на конденсаторе. Соединяем начало первого вектора и конец последнего. Получаем вектор общего напряжения, всей цепи и вот этот угол фей, который образует между вектором тока всей цепи и общим напряжением. Запишем формулу. Ну, пока мы перешли на следующий слайд, обращаю ваше внимание, что здесь у нас угол фига плюс 90, здесь минус 90. То есть, другими словами, если бы мы вот к этому вектору и к этому вектору давили бы где-то, то есть вот это вот у нас разница. Здесь у нас угол фига отрицательный. И на основании, опять же, то есть использовать рену пепагора мы можем найти, чем равно общее напряжение. Опять же, из-под корни умножаем ток на активное сопротивление в квадрате плюс ток, умноженное на омега L минус ток, умноженное на ХС в квадрате и отсюда выводим силу тока. Ток у нас равен напряжение телем на R квадрат плюс здесь у нас вот Х. Х это ХЛ минус ХС, потому что ХС у нас отрицательный угол фига, что мы сейчас убедились по векторной диаграмме. И это из-под корни. Угол фига фаз между напряжением и током определяется отношением разности индуктивного и емкостного сопротивления к активному сопротивлению. Принято считать фиг фаз положительным в случае, когда у нас омега L больше, чем омега С. Соответствующим перед емкостным сопротивлением мы в выражении закона ОМО ставим минус, считая, что это сопротивление у нас вызывает отрицательный воздвиг фаз. Емкостное сопротивление неразветленных цепей в той или иной степени у нас ослабляет действие индуктивного. И в частном случае полной компенсации, когда у нас омега L или ХЛ равно ХЦ, цепи имеет место в резонансе напряжения. Следующая тема – активная мощность. Потребляемая мощность цепи равна произведению напряжения на зажимах этой цепи на силу тока. Это справедливо только для вгновенной мощности, которую мы выражаем через вгновенные значения напряжения и силы тока. Периодические изменения напряжения силы и силы тока называют периодические изменения мгновенной мощности, которую они развивают. Следовательно, мощность – это величина, которая периодически изменяется и малоудобна для оценки энергетического состояния цепи. Поэтому основной величиной для оценки или рассматриваемой энергетического состояния цепи переменного тока является пересредняя мощность. Эту мощность измеряю ваттметр. Если у нас в общем случае напряжение опережает по фазе тока на некоторые уголки, то есть выполняется условием, что максимальное значение напряжения на синус омега Т плюс уголки, а ток подчиняется закону максимального значения тока на синус омега Т, то активная мощность – это у нас произведение тока и напряжения. Это у нас из ниц стерилам на Т, интеграл от нуля до Т, Д, О и по ДТ. Ну и распишем нашу формулу, применим аритметические и геометрические преобразования, заменим в общеизвестные нам выражения исходной программы, получим формулу активной мощности. В конечном итоге, второй и третий интеграл их скобка равны нулю, так как это интегралы от синусоидальных функций за церное число периода. И заменив амплитудные значения через действующее, получим окончательную основную формулу активной мощности переменного тока. Активная мощность обозначается буквой В, как мы ранее с вами рассмотрели. Эту мощность измеряют ватметр активную мощность, и формула активной мощности в окончательном варианте мы получим, как произведение тока и напряжения, и на косминус угла ФИ, то есть угол стекла между током и напряжением всей цепи. Величина косминус ФИ называется коэффициентом мощности. Чем больше косминус, тем лучше используется электрическая установка с точки зрения энергетики, то есть поддерживается в нужном напряжении, проходит значительный ток, а средняя мощность относительно мала. Следующая тема – параллельное соединение приемника переменного тока. Рассмотрим случай параллельного соединения двух приемников с различным индуктивным сдвигом ФИ1 у одного и ФИ2 у другого. Нам нужно будет определить общий ток, который подтвердяется приемниками. Он также будет равен векторной сумме токов И1 в первой виде и тока И2. Вот у нас параллельное соединение двух катушек. Общий ток входит в козер и делится на ток И1, ток И2. В свою очередь ток И1 состоит у нас из активной и реактивной составляющей. И ток И2 также состоит из активной и реактивной составляющей. В качестве исходного вектора в данном случае возьмем вектор напряжения, так как напряжение в этом случае одно и то же для всех приемников. По отношению к этому вектору напряжения под углом ФИ1 и ФИ2 в сторону отставания встроим векторы тока И1 и И2, а затем определяем вектор общего тока как их геометрическую сумму и будем проецировать эти векторы на две координатные оси. С горизонтальной осью у нас совмещен вектор напряжения. На основании диаграммы мы видим, что общий активный ток равен сумме активных токов ветвей. Общий реактивный ток равен сумме реактивных токов ветвей. Мы немножко подробнее разберем. Вот этот вектор напряжения мы рассмотрели по схеме, что у нас две реальные катушки индуктивности. Каждая из них имеет активную составляющую тока, которая совпадает по направлению с вектором напряжения. Вот мы его отложили и одинактивный, и реактивный, отстающий от вектор напряжения на угол 90 градусов. Векторная сумма И1 активная и И1 реактивная. Вот, достраивая эту параллелограмму, мы определяем ток первой ветви. Далее прикладываем И2 активная, прибавляем. К концу вектора И2 активную прибавляем реактивную составляющую и получаем ток И2, то есть ток второй ветви. Ну и складывая ток И1 и И2, получаем общий ток всей цепи, как их геометрическую сумму. Вот у нас вектор общего напряжения, и вот вектор общего тока и угол фи, который они составляют. И как мы сейчас ранее сказали, что если бы мы прибавили активную первую ветви плюс активную вторую ветви и реактивную первую ветви, и реактивную вторую ветви, мы бы получили также вектор общего тока, то есть вектор тока всей цепи. Что у нас и отражается по формуле? И на космусе это у нас активная составляющая, она равна активная первой ветви плюс активная составляющая тока второй ветви. Общий реактивный ток также разница в сумме реактивных токов этих ветвей. И, используя опять же теорему Пифагора, определяем общий ток всей цепи. У нас подкормим квадрат суммы активных составляющих и квадрат суммы реактивных составляющих. Также легко определить и общую активную мощность, как произведение тока и напряжения и на косинус угла ФИ, то есть угол ФИ сдвига между током и напряжением всей ветви. Если выразить активные и реактивные сопротивления через проводимости ветви, и одинактивно это у нас произведение напряжения и активной проводимости первой ветви, реактивный ток это произведение напряжения и реактивной проводимости ветви, По аналогии и вторая вещь, то общий ток мы найдем, как умножим напряжение на корень квадратный под корнем у нас сумма активных проводимости в квадрате плюс сумма реактивных проводимости в квадрате. Сегодня рассмотрим еще параллельные ветви, то есть параллельное соединение трех приемников. Вот опять у нас в качестве примера схема 4 ветви. Общий ток будем находить так же, как геометрическую сумму трех токов ветвей. Первая ветвь, вторая ветвь, третий ветвь и в четвертой ветве у нас течет общий ток. Первый ветвь, у нас нагрузка чисто активная, здесь только активное сопротивление. Вторая ветвь, нагрузка активная и емкостная. И третья ветвь, нагрузка активная и индуктивная. Также, так как у нас это параллельное соединение, общим параметром является напряжение, откладывая вектор напряжения. Активная составляющая тока первой ветви, это же и будет полный ток всей ветви, у нас здесь только активное сопротивление N. Угол сдвига этого тока по относительно напряжения 0 градусов. Сразу получаем ток первой ветви И1. К этому вектору прибавляем активную составляющую второй ветви, вот и этого активная. К концу этого вектора, под углом плюс 90 градусов, откладываем реактивную или емкостную составляющую тока второй ветви. Соединяя И2 активная и И2 реактивная, получаем ток второй ветви И2. Третья ветвь также состоит из активной и реактивной, но уже индуктивности у нас. Активная составляющая тока совпадает по направлению с вектором напряжения. Реактивная на индуктивности отстает от вектором напряжения на углу 90 градусов. К активной составляющей, составляющей тока третьей ветви под углом минус 90 градусов откладываем И3 реактивную. Геометрическая сумма этих составляющих тока третьей ветви, мы получаем ток И3. И складываем три вектора тока, И1, И2, И3, соединяем начало первого вектора с концом последнего вектора. Угол ФИ, вот он у нас, между вектором напряжения всей ветви и вектором общего тока. Вот этот угол ФИ. Как мы рассчитаем этот ток? Ток у нас будет равен, опять же, напряжение умножаем, корень квадратный. Но так как у нас есть три ветви, и в каждой ветви была активная составляющая. На предыдущих слайдах у нас была общая формула, что мы складываем активные составляющие и реактивные составляющие в квадрате. Но где у нас реактивная проводимость, здесь знак минус. Потому что у нас емкостная и индуктивная нагрузка, они находятся в противофазе. Итак, в сегодняшней лекции мы рассмотрели последовательное соединение индуктивности и активного сопротивления. Последовательное соединение двух реальных катушек. Рассмотрели последовательное соединение в этой схеме, когда у нас три разные нагрузки было, и емкостная, и индуктивная. Научились строить векторные диаграммы. На этом мы сегодня заканчиваем. В качестве задания для самостоятельной работы вам нужно будет разобраться с вопросами. Какими параметрами характеризуется синусоидальный ток? Физический смысл емкостного и индуктивного сопротивления. Освоить расчет электрических цепей синусоидального тока на базе комплексных чисел. Изучить явление резонанса токов и резонанса напряжения. Дезонанс напряжения наступает у нас. Мы рассматриваем частный случай, когда у нас емкостное напряжение, емкостное сопротивление было равно индуктивному сопротивлению. В результате напряжение емкостное и индуктивное также были равны. Рассмотреть резонанс токов. Он наблюдается у нас при параллельном соединении элементов. И научиться строить векторные диаграммы на базе комплексных чисел. В качестве дополнительной литературы приводятся учебники, имеющиеся у нас в библиотеке. На этом мы с вами закончим эту лекцию. Спасибо за внимание.